МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чемпионат мира по хоккею. Канада разгромила Норвегию со счетом 7-1. А теперь об этих и других событиях более подробно. Публикация результатов недавно завершившейся переписи населения Канады показала, что сейчас в стране проживает наибольшее количество иммигрантов, чем когда-либо. Более того, пропорция прибывших из-за рубежа по отношению к коренному населению достигла такого соотношения, которого специалисты не наблюдали уже свыше столетия. Как же выглядит портрет типичного иммигранта? Он молод, проживает, как правило, в пригороде и в большинстве случаев родом из Азии. Количество выходцев из Африки также стремительно растет. Перепись помогла установить, что сейчас в стране проживает почти 7 миллионов жителей, которые родились за пределами Канады, составляя таким образом 20,6% от общего населения страны. Этот показатель значительно выше данных за 2006 год, когда количество приезжих в процентном соотношении достигло лишь 19,8%. К слову, поток иммигрантов, прибывших в Канаду, является одним из самых больших среди стран большой восьмерки. Сегодня отец девочки, погибшей во время воскресневого марафона в Торонто, подтвердил, что у его дочери была обнаружена недиагностированная сердечная аномалия. Стив Ваннастренд сообщил, что члены семьи были проинформированы о том, что причиной смерти 18-летней спортсменки стала болезнь сердца, о наличии которой ни сама участница марафона, ни ее родственники не знали. Напомним, что выпускница средней школы Эмма Ваннастренд, приближаясь к финишной линии своего первого в жизни марафона, внезапно потеряла сознание и упала прямо на дорогу. Несмотря на старания медиков, больше в сознание она не приходила, и врачи констатировали смерть после того, как молодую спортсменку доставили в госпиталь. По словам Стива Ваннастренда, сердце девочки могло остановиться из-за чрезмерных стрессов и переживаний. Отец также добавил, что сердечная аномалия не является хронической болезнью в их семье, а потому врачам будет очень трудно выяснить точный диагноз о причине смерти Эммы. Представители партии НДП выдвинули очередное требование к бюджетному плану, предоставленному либеральным меньшинством. Более того, новые демократы уже пообещали, что последующие поправки и дополнения ждать себя долго не заставят. Лидер НДП Андреа Хорват требует, чтобы правительство сформировало орган финансовой отчетности по образцу бюджетного управления ВОТОВИ. По словам Хорват, за растратами либералов нужен пристальный надзор, особенно в свете новостей о стоимости газоперерабатывающих заводов, обошедшихся налогоплательщикам 585 миллионов долларов. Общественности нужны гарантии, что такого больше не повторится. Тем временем прогрессивные консерваторы уже отказались от идеи создания органа финансовой отчетности, сославшись на то, что провинции не нужны новые бюрократы. Вчера Горсовету пришлось обсудить детали двух довольно неоднозначных законопроектов. Сперва советники рассмотрели возможность разрешения авиакомпании Porter Airlines провести реконструкцию аэропорта и удлинить взлетно-посадочную полосу для возможности посадки реактивных самолетов. К слову, компания, не дожидаясь официального разрешения, уже вовсю закупает болиды у производителя Bombardier. Советники также обсудили вопрос о дополнительном налогообложении, которое может стать источником финансов на проведении ряда масштабных реформ в сфере инфраструктуры и общественной транспортной системы. Как известно, Ford является ярым противником какого-либо повышения налогов для жителей города. И как следствие, этот пункт был встречен им более чем прохладно. Сборная Канады разрамила сборную Норвегии со счетом 7-1. Исход встречи был решен еще в первом периоде. Нашей команде удалось отправить в ворота соперника 4 шайбы. Канадцы подошли к этой встрече, набрав 4 очка в двух матчах и потерпев при этом одно поражение от команды Швейцарии. В овертайме, конечно. Норвежцы, в свою очередь, подошли к этой игре без потерь, переграв в двух первых матчах на турнире команды Словении и Дании. Уже к концу первого периода сборная Канады вела со счетом 4-0. Шайбами отметились Лед, Скиннер, Дюшейн и Жеру. А в самом начале второго периода Холл сделал счет разгромным. После этого стало совершенно ясно, кто выйдет победителем в этой встрече. Но дальнейший интерес состоял в том, побережет ли Канада силы на следующем матче или вдоволь покуражится и сделает счет неприлично разгромным. Но норвежцы все-таки нашли в себе некоторые силы и сумели сократить отставание в счете, забросив шайбу на 31-й минуте матча. Автором голос стал Олимп. Последним гвоздем в гроб норвежской команды стали две шайбы, которые следовали от команды Канады во втором и третьем периоде. Таким образом, команде удалось реабилитироваться перед своими фанатами за поражение от Швейцарии. На этом все новости, на этот час. Сегодня 9 мая и мы поздравляем всех ветеранов за победу, которую они принесли нам много лет назад. Спасибо вам за это. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова